Ключи от квартиры вручили 25-летнему Сергею Войницкому, который 18 лет скитался по полям и лесам. Подарок по случаю своего дня рождения Бельскому Маугле сделал мэр города Рината Усатый. После того, как журналисты телеканала БТВ рассказали печальную историю о парне, жившем в пригородном лесу, примарь северной столицы решил поучаствовать в судьбе молодого человека. О принятом решении Рината Усатый объявил на своей странице в Facebook. Мэр отметил тогда, что сразу после выборов Сергей Войницкий получит квартиру. А пока его обеспечили временным жильем, одеждой и предметом первой необходимости, а также работой на муниципальном предприятии. Вручение ключей состоялось прямо у подъезда дома, в котором теперь будет жить Сергей. Квартира отвечает всем требованиям для комфортного проживания. Вице-мэр Игорь Шеремет и муниципальный советник Николай Григоришин отметили, что собственное жилье это не только большая радость, но и огромная ответственность, которая ложится на плечи Сергея. Георгий, как всегда, он щепетильно смотрит и отзывается при таких ситуациях, в мере возможности, всем помогает. Вот и в этом случае он откликнулся, хочет подарить вам квартиру, чтобы вы имели нормальные человеческие условия. Я так понимаю, вы сейчас на работу тоже устроились, в нашем муниципальном предприятии, то есть в комплексе не только жилплощадью обеспечивается человек, но и соответствующими рабочими условиями, чтобы человек реинтегрировался в нормальных условиях. Ну что, мы пройдем тогда квартире. Да, пройдем квартире. А почему именно в этом районе? Я объясню, почему в этом районе. Потому что Сергей желал, чтобы квартира была поближе к его работе, поближе к детству, где он вырос, где живут его родственники, соседи, друзья. И вот мы искали эту квартиру, конечно, нам поиски показались долгими, потому что квартира должна была быть оборудована, с мебелью обставлена. Поэтому вот так затянулось, но квартиру Сереже, то, что он хотел, мы выполнили. Сейчас мы вам покажем. Поверьте, что еще сегодня ночью тут устанавливали и газплиту, и краны, все подсоединяли, потому что Ренат Георгиевич сказал, чтобы она была полностью оборудована, чтобы он ни в чем не нуждался, ничего сам не покупал, чтобы все было в квартире, как он любит. Вы знаете, что обставлено, красиво, с техникой и все так далее. Сережа, что ты скажешь, какие эмоции? Большое ему спасибо. Очень сильно его не переживаешь, да? Да. Какие эмоции тебе переполняет сейчас? Ты не ожидал? Не ожидал никогда такого. Такое возможно, да? Да. Ну, такой у нас мэр. Дай Бог ему здоровья, счастья, и чтобы он здоров, его дети тоже были, чтобы здоровы. Ну, это доказательство еще раз тому, что каждому человеку дается второй шанс в жизни, не только человеку, но и в комплексе от малого до великого. То есть, конкретный пример до Бельса, потом, я думаю, целого общества. Это наглядный пример, которому, наверное, я даже призываю другим тоже откликнуться на такие поступки. Поступки. Вот именно поступок человеческий. Ты видишь, ее оборудовали мебелью, там газ-плитах, холодильник и все, что есть. Все, что должно быть. Тут душевая кабина, но все для жизни. Вот я тебе вручаю сертификарту этой квартиры, а Игорь Ильич тебе вручает вручение. Атрината Георгиевич, большое ему спасибо. Давай, не живи, живи и ничего не нуждайся. Здесь еще плита устанавливается. Сегодня можно будет пользоваться? Да, через полчаса. Пожалуйста, вместе просим. Сережа, можешь вечером ужин себе приготовить. Сегодня ты уже можешь заехать в эту квартиру. Руки дрожат. Дерезь, Сережа. Квартиру почему сразу Сереже не вручили? То есть нашла предвыборная, да, компания. И Рената Георгиевич, как доверенное лицо, не имел права делать таких подарков. Вы знаете, вот эти препоны законодательные, вот вы правильно отметили, этот избирательный период, это исключало вот законно как бы вручить все это, потому что вы знаете, как все это толкуется потом. Да, и т.д. и т.п. То есть во избежание определенных спекуляций и определенных комментариев ненужного характера, мы как бы определили, чтобы после окончания первого этапа предвыборной кампании уже как бы правильно и без определенных рисков комментариев, чтобы вручить непосредственно эту квартиру. Во-первых, во-вторых, конечно, усложнилась задача из-за того, что мы хотели в принципе найти квартиру в том районе, где провел детство. Напомним, на прошлой неделе Рената Усатый в честь своего дня рождения подарил городу многофункциональный и всесезонный трактор «Беларусь». Последние два года – это подарки городу Бельце, с которым меня временно разлучил человек, чье будущее незавидно. Так или иначе, как и год назад, я дарю городу коммунальную технику. Трактор специализируется на уборке тротуаров и межквартальных дорог. Как вы знаете, тротуары в Бельцах мы покрываем плиткой, и это тоже мой подарок. С тех пор, как я стал мэром, в Бельце приехало шесть новых единиц техники. Кроме тракторов, был еще один подарок от меня – современная многофункциональная уборочная машина, а также две уборочные машины, полученные от правительства Москвы. То есть за год появилось больше коммунальной техники, чем за предыдущие 25 лет. По-моему, это вполне неплохо, написал Усатый. Усатый.